Я обещал вам пояснить доказательства Лену-4. На самом деле я умею объяснять это доказательство довольно забавным образом при помощи матрицы. Может быть это не очень... Мне кажется, что это понятно. Так, это я пока не буду стирать. Да, господа, сейчас вы мне должны сказать какие-нибудь два числа, для которых вы хотите найти наибольший общий делитель. 121 и 16. 121. Я вас здесь запутину. И второе число? 16. 16. Замечательно. Я сейчас расскажу вам довольно простой способ, как можно найти не только их наибольший общий делитель, но и те самые числа x и y, такие, что 121x минус 16y будет равной единице. Рассказываю. Надо здесь написать 1, здесь 0, здесь 0, здесь 1. Значит, ребята, это можно понять только если сам напишешь. То есть сейчас категорическое требование, вы должны эти матрицы размером 2 на 3 писать. Итак, первая матрица выглядит следующим образом. 121, 16, 1, 0, 0, 0, 0. Вторая матрица будет, что? А по какому принципу первая матрица формируется? Первая – это выигрыш, на самом деле. Вы мне сказали число от 1, 16. 1, 0, 0, 1 – это я подписал. И эти числа я подписал только любым двух числам, которые вы сказали. В любом случае, это так называемая единичная матрица. Так вот, а дальше я сделаю следующее. Так, 120 – это примерно сколько раз надо взять, что вон 16. 16 на 10 будет слишком много. 16 на 5 – 7. 8. 7 раз. 8. 8. 16 умножить на 8 – 7. 80 и 48 – 8 многовато. Давайте 7 раз возьмем, да? Значит, умножаем нижнюю строчку на 7 и вычитаем изверху. 7 умножить на 16 – это 70 плюс 42, то есть 112. 121 минус 112 – сколько? 9. 16. Из единицы 7 раз вычитаем 0. Из 0 7 раз вычитаем единицу, будет минус 7. Так, а здесь по-прежнему осталось 1. Заметьте, что произошло. Здесь что-то преобразовалось. А здесь у меня возникли два новых числа – 9 и 16. Если честно, осуществлен один шаг алганипма нецелена. Дальше я вам скажу следующее. Вычту верхнюю строчку из нижней. Здесь будет 7, здесь будет 9. 1, минус 7, минус 1 и 8. Нет, нет, нет. В моей деятельности есть такая система, ребят. Не думайте, что я просто так пишу эти числа. Я сейчас верхнюю строчку, из верхней строчки вычту нижнюю. Получится, знаете, что? 2, 7, 2, минус 1. Пожалуйста, меня проверяйте. Минус 15, и здесь сколько будет? 8. И здесь будет 8. Отлично. Теперь верхнюю строчку три раза вычту из нижней. Здесь будет 2, 1. Так, напоминаю, три раза вверху вычитаю из нижней. Двойку вычитаю три раза из нижней. Это будет минус 7. Здесь у меня будет по-прежнему 2. Здесь будет минус 15. Восьми вычитаю три раза минус 15. 45 и 8, ты не знаете? 53. 53, отлично. Так, ну что, нижнюю строчку два раза вычитаю изверху. Здесь получается 1, здесь получается 0. Нижнюю строчку два раза вычитаю. Значит, у меня здесь будет 16, минус 7, 53. Так, 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 два раза вычитал. Значит, 106 и 15, сколько там будет? 121. Минус 120. Сколько? Минус 128. А знаете, что я вам скажу? Я вам скажу простую вещь. У меня здесь получилось число 1. И видно, что дальше уже с этими первыми двумя числами особо ничего не сделаешь. И еще интереснее я вам скажу, когда 16 умножаешь на 53 и вычитаешь из этого 121 умноженное на 7, то включаешь 1. Пожалуйста, проверьте. Пожалуйста, проверьте. Просто проверьте эту формулу. Мы нашли те самые числа. Вам казалось, что я непонятно зачем написал? А очень понятно. Я нашел множитель для чисел 16 и 121. Да. Правильно. Конечно, вы скажете непонятно, как я это сделал. Могу пояснить. На самом деле разгарка фокуса очень простая. Верхнюю строчку обозначаем B альфа, нижнюю строчку обозначаем B бэ. Мы вспоминаем наши операции. Нижняя строчка осталась, а верхняя строчка – это альфа минус 7b. Согласны? Отлично. Здесь наоборот. Верхняя строчка осталась, а нижняя строка получается так. Из 16 вычитали 9. То есть из бэ надо было вычитать вот это. То есть на самом деле у нас 8b это минус альфа. Ребята, обратите внимание. 1 к минус 7 – это вот эти числа. 8 к минус 1 – это вот эти числа. Идем дальше. Чтобы получить здесь строчку, мы нижнюю оставили прежнюю. 8b это минус альфа. А верхняя строка – это разность между той, что была, верхней и той, что было нижней. Значит, нужно отсюда вычитать вот это. Замечательно. 2 альфа минус 15b. Оказывается, эти числа – это не просто так число. А это, они запоминают, что мы делали. Знаете, иногда бывает в текстовых редакторах или графических редакторах. Такая операция, какая откатка. Делаешь вперед, 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 вперед операции. А дальше назад. Ctrl Z. Такая у тебя идея. Так вот, чтобы ее можно было сделать, надо же запоминать, как я теперь раз сделал. Вот мы таким образом при помощи вот этих чисел запоминаем, что же мы там делали с этими строчками. Так, давайте я уже напишу. Осталось чуть-чуть. Значит, здесь у нас верхняя строка осталась прежней. 2 альфа минус 15b. А нижняя строчка – это бывшая нижняя минус 3 раза вверх. Замечательно. Это 53b минус 7 альфа. И, наверное, вы уже понимаете, что дальше. Нижняя строка осталась прежней. 53b минус 7 альфа. А верхняя строка – это что у нас было? Это нужно из больших два раза отнять вот эту. То есть это 16 альфа минус 121 бета. Замечательно. И теперь смотрите, какая история. Я, если посмотрю на первый столбец, то из чисел 121 и 16 я получил числа 0 и 1. Ну, 0 – это бог с ним. А вот то, что 1 получил, мне сейчас очень важно. То есть получается, что если в качестве альфа возьмешь 121, а в качестве бета 16… Вопрос, можно? Да. А вот если бы были названы другие числа, то операции были бы те же? Представьте себе, нет. Фантастический вопрос. Я же здесь делил с остатком одно число на другое. То есть сколько раз вычитать – это была не прихоть. Нет, я, конечно, мог так вычесть один раз 16, потом второй раз, потом третий раз. И так сделать 7 раз, да? Но только в этом мог бы произносить. А вообще, я каждый раз делил с остатком, и, соответственно, каждый переход – это один шаг в алгоритме и третий раз. На самом деле, есть замечательная статья. Да, собственно, даже не одна. Почему не захватите? Найдете про… Есть моя в полоте толковая статья про алгоритму и третий раз, про все эти дела. Есть в своем репутате была Васильева и Гудемахер. В общем, во многих очень книжек подробно. Тут важно, чтобы потом показывается эта самая история. Мне кажется, что книжки архметика там просто уже до такой степени подробно, что дальше невозможно, да? Черчать это все разжеванно. Очень советую все это прочитать, изучить.